Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться, что у вас происходило и происходило раньше. Вы пишите, была любовница женатого мужчины, сама не замужем. И понимаете как, в любовнице, в эспозиции любовницы есть такая вот некая двоякая структура. Дело в том, что сама по себе, вот именно сама по себе позиция любовницы плоха по максимуму. Но нужно по возможности отдавать себе счет в том, что иногда люди, разные люди в разных ситуациях, вот по-разному немножечко воспринимают данный аспект, по-разному воспринимают, скажем так, ситуацию. И иногда позиция любовницы или любовника, ну на мой взгляд, необходима человеку. А иногда она ему помогает, помогает преодолеть определенные жизненные обстоятельства, помогает преодолеть определенные проблемы, вот. То есть, это справедливо до тех пор, пока сам человек счастлив. Вот, пока он счастлив, все хорошо. Пока он счастлив, никаких проблем нет. Если счастлив он быть перестал, вот тогда, да, тогда, конечно, это уже плохо, и можно говорить о том, что из позиции любовника, любовницы нужно выходить. То есть, я хочу, чтобы вы поняли для себя, что вы самой по себе в позиции любовницы, если она вас устраивает, плохого нет, ничего, вам хотелось, вы с мужчиной сблизились, ну, по большому счету, каждый из вас там определенное удовольствие, например, получил. Ну, и хорошо, как бы, хорошо, что удовольствие его получил. И в этом, вот, в самом по себе, ничего плохого нет. Далее. Вы пишите, что до этого у меня были серьезные отношения, помолвка, но расстались. Ну, смотрите. Вы пишите, что были у вас серьезные отношения, да, что была помолвка, то есть, вы хотели поза-земью, хотели выйти замуж за человека, но не вышло. То есть, это вот такая получилась травма, довольно серьезная для вас травма, потому что, как-никак, все-таки, вы хотели, вы планировали, у вас не получилось. Вот травма, сама по себе, она была вам нанесена, ну, вот как мне, по крайней мере, видится. Травма была вам нанесена, и именно из-за того, что вы находились в этой травмирующей вас ситуации, именно по этой причине. Ага, вы и, скорее всего, вступили в связь с женатым мужчиной, потому что вы не закончили отношения с одним, начали выстраивать отношения с другим, ну, начали строить отношения с другим, потому что вам это было очень, ну, ну, очень-очень нужно, вам это было необходимо. Понимаете? И вот толкость вся именно в том, чтобы понять, что единственное, что вы неправильно сделали в данной ситуации, это только то, что вот, не закончив до конца отношения с тем молодым человеком, который у вас был, и с которым вы расстались, с которым у вас была помолвка, вот незакончиво отношения с ним, вы выступили в отношения с другим человеком. Да-да-да, вот это вот не есть хорошо, это вот не есть правильно для вас. В смысле, ну, объективно, это вас и подкрасило, как раз. И надо сказать, что здесь, конечно, вы поступили неверно, да. Но, опять же, поскольку сейчас вы расстались с любовником, ну, динатом-мужчиной, то, соответственно, можно говорить, что ситуация в целом закончилась, ну, весьма неплохо для нас, могла закончить все хуже. Как я понимаю, без того из вас последствия того, что произошло. Значит, вы пишите, что постоянно ездили, постоянно переписывались, очень сблизились, виделись, вместе ездили в путешествия, сейчас связь прекратили по обоюдному решению, но сильно мучает совесть и чувство вины. Значит, вас мучает совесть и чувство вины перед кем? Вот это, вообще, очень важный вопрос. Если вы чувствуете вину, то перед кем вы ее чувствуете? Перед ним, и за что? Перед собой, и за что? Перед его женой, например, и за что? То есть, вот как-то, знаете, не очень, в этот момент вы описываете, на мой взгляд, правильно и хорошо. Потому что, если вы испытываете чувство вины перед, например, ну, например, перед его женой, допустим, то здесь нужно сразу сказать, что ваша ответственность, ваша вина, она, она очень усложна. И ее формально, подформально ее даже нет. Почему? Потому что вы не виноваты в том, что у женатого мужчины были проблемы с твоей женой. Вы не виноваты в этом. И именно потому, что вы не виноваты в этом. Вам и незачем нет оснований испытывать чувство вины именно перед ним. Дело в том, что мужчину никто не заставлял с вами, например, сближаться, с вами, например, общаться и так далее. Мужчина это сделал сам. Почему? Он так хотел. И надо сказать, что это его супруга, его жена, отчасти несет ответственность за то, что такая ситуация произошла она, а не вы. Если вы боитесь, например, разрушить семью, если вы испытываете вину именно вот за то, что могли разрушить семью. Здесь, опять же, важный момент. Вы не разрушить то, что крепко, и нечего разрушать, если что-то вообще от вас не зависит. Понимаете? Понимаете? На других людей. И вот проблема заключается в том, что вы эту ответственность как бы принимаете. Вы говорите, как бы себе, если да, я согласен с тем, что вот на меня согласили ответственность за то, что я сделал, сделал, и я виноват. Но в действительность, в действительность, никакой вины нет. Вам нужно самой для себя, чтобы подобная ситуация не повторялась, просто-напросто определить, постараться выявить, выявить, зачем и почему вы вступили в эти отношения, что вы хотели от них получить. Вот это, пожалуй, куда более важный момент. Что вы изначально хотели, на что вы надеялись, чего ожидали и так далее. Вот это, это куда более важно, потому что ваши ожидания, ваши потребности, это то, о чем можно говорить реально. А так, беря на себя вину за то, чем вы, в принципе, не виноваты, я думаю, что вы никому не сделаете хорошо. Ни себе, ни ему, ни его семье. Другое дело, что вы склонны нести ответственность, как вот я увидел. Вы склонны нести ответственность за то, что вам, ну, не принадлежит. То есть вы берете на себя ответственность за то, что от вас не зависит. А это не есть хорошо. А это не есть правило. Потому что в таком случае, если человек, вот, ведет себя так, как вот вы, то можно говорить о том, что, ну, может говорить о том, что за себя ответственности человек не несет. И это плохо. Плохо именно это, в первую очередь, для вас. Вот это нужно вам для себя понять. Это нужно вам для себя уяснить. Далее. Вы пишите, значит, не понимая, зачем я влезла в это, как меня угораздило. Здесь нет у вас осознанности своих желаний. То есть, когда вы говорите, зачем я влезла в это, я не понимаю, зачем я в это влезла. Вы не понимаете, не отдаете себе отсчет своих потребностей, своих желаний. И, на мой взгляд, это довольно серьезная проблема для вас. Потому что, видите ли, если вы не понимаете, ради чего и почему вы что-то делаете, если вы не отдаете в этом отсчет себе, то есть некоторая проблема особенности. И это значит, что жизнь может вами крутить так, как хочет она. А не так, как, например, хотели бы вы. И получается, что вы лишаете себя без себя самостоятельностью. Вы лишаете себя сознательностью. А это не есть хорошо. Поэтому здесь нужно просто понять, для чего смысл. Облагаю, что смысл начался еще тогда, когда вы рассказывали с тем, с кем у вас была прановка. Далее. Хочу забыть, но постоянно думаю об этом. О том, о себе, о том, что я наделал. Ну, а вот в каком контексте вы думаете о себе и о том, что вы наделали? А что вы наделали? Знаете, вы поступали так, как вам казалось праздник Таллина на тот момент. И поступить иначе вряд ли могли. Более того, вы почему-то думаете, что семья этого мужчины, она вот как-то, ну, действительно страдает от этого. Семья страдает, но не от этого. Вы поймите, семья страдает, но совершенно не от того, что вы были мужчины. Нет. Семья страдает совершенно из-за другого. Семья страдает из-за того, что у них есть проблемы, у них, а не у вас с ним. Я хотел бы, чтобы вы это для себя постарались тоже понять. Вот это очень важный момент. Очень важный момент. Далее. Вы спрашиваете, лечит ли время? Знаете, время, оно может лечить очень долго. Для того, чтобы вам не ставь времени, я рекомендовал бы проработать вот эти вот все моменты, о которых я сказал. Чтобы вас они больше не беспокоили. Чтобы вы действовали, скажем так, несколько более осознанно. Чтобы вы все-таки как-то вот следовали своим желаниям. Да, чтобы вы как-то следовали своим потребностям, чтобы вы как-то все-таки действовали так, и чтобы вы получали то, что хотите вы, а не то, что хотят, например, другие. Вот я надеюсь, что данный аспект вы и для себя постараетесь понять. А если, если ждать, когда вылечит время, то можно ждать очень долго, и, к сожалению, ну, можно не дождаться. Просто-напросто. Вам, вам же жить надо. Как-то, вам же нужно как-то и счастье своего обрести. А без подобных, без работы над собой это сделать у вас не получится. Вот. Я думаю, так, можно ответить вам на ваш вопрос. Значит, как восстановить себя и совесть? Ну, я бы сказал, что себя восстановить можно только через опознавание своих желаний и потребностей, ну, более правильное, более осознанное. Вот. А что касается совести, то здесь нужно перестать брать ответственность на себя за то, что объективно никак вас не касается. То есть, если мужчина женатый предлагает вам, например, встречаться, если мужчина женатый предлагает вам вступить в отношения, вы соглашаетесь с этим, вы вступаетесь с ним в отношения, если это не вредит вам. Это вот, пожалуй, очень важный момент. То есть, если вы чувствуете в себе потребность, например, да, потребность в том, чтобы вступить в отношения с человеком, то все в порядке. Но это никогда не только ваша ответственность. Это всегда ответственность и его способ. И это следствие проблем у него, а не у вас. Вот это. Ну, но с чувством вины, с повышенным чувством вины, с избеганием ответственности, с тем, чего вы хотите, и с травмой, которую нанесла вам ситуация с разрывом помолвки. Я думаю, что все это нужно с вами разграть, потому что в противном случае вы можете вновь оказаться в плену своих желаний, и ваши желания снова будут с вами управлять, что не является чем-то хорошим именно для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok